В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», мы продолжаем выпуск, в студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Выборы на Украине. Итак, президентом Украины стал Владимир Зеленский, стал официальное, так сказать, вступление в должность еще впереди, но тем не менее он победил, в общем-то, можно сказать, с разгромным счетом. На связи с нашей студией из Киева политический консультант Николай Спиридонов. Николай, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, поздравляю вас, я не знаю, за кого вы голосовали, но я поздравляю вас с однозначной победой, потому что выборы состоялись, выборы состоялись, в общем-то, практически без серьезных нарушений, огромное количество наблюдателей присутствовало, и, в общем-то, Украина сделала свой выбор. Что дальше? Спасибо. Да, действительно, закончилась избирательная кампания. Ну, уже могу, наверное, признаться, что таки голосовал за Зеленского, хотя я и от него не в восторге, но тем не менее, как у нас шутят коллеги, Порошенко – это яблоко гнилое, а Зеленский – это яблоко зеленое, но это все-таки может быть чуть лучше, чем гнилое. Ну, хорошо. Многие считают, что для Зеленского миновал самый легкий этап его президентства. Предвыборная кампания, тут он был, в общем-то, как рыба в воде, то есть это привычные ему ситуации, разговоры с избирателями, считайте, со зрителями, выступления на публике – это то, что он умеет делать блестяще, и результат показал, что действительно это ему удалось. А что дальше? Ведь надо же управлять страной. Ну, во-первых, я бы не сказал, что это было легким этапом. Я могу напомнить события хотя бы последних трех дней, вот перед этим. В пятницу прошли дебаты на стадионе, где Зеленскому постоянно говорили, что там могут быть проблемы с безопасностью, что там может быть террористический акт и так далее. То есть пытались его запугивать. В субботу, в День тишины, был мощный медийный удар по супруге Владимира Зеленского. Ее обвинили в том, что она якобы поддерживает сепаратистов. Ну и в субботу, перед самим Днем выборов, практически ночью, был подан иск о снятии с выборов Владимира Зеленского. И, собственно, вся страна напряженно наблюдала, дадут ли ему возможность стать президентом, или все-таки его снимут в самый последний момент по беспределу. Была и такая вероятность. Поэтому избирательная кампания была очень сложной и очень напряженной. Но то, что и дальше будут проблемы, это однозначно, потому что Владимир Александрович практически сразу попадает на очень такой сложный шпагат и внутри Украины, и, собственно, во внешней политике. Потому что внутри Украины уже к нему имеют определенные претензии националисты, и с большой вероятностью они будут ходить кругами вокруг его администрации и протестовать. На востоке Украины тоже, возможно, завышенные ожидания. Его там многие считают чуть ли не пророссийским. При том, что он никаким пророссийским не является. У него в программе достаточно четко записан курс на НАТО и, в общем-то, европейские устремления. Поэтому сейчас далеко не все его избиратели, наверное, менее половины, воспринимают реального Зеленского. У многих ожидания фантастические, которые в итоге не оправдаются. И поэтому давление очень мощное как внутри, так и внешне. Опять-таки, западный мир будет давить на него по-своему. Россия будет давить по-своему. И, в общем, во всем этом сложном, неимоверном шпагате ему придется работать на посту президента. Николай, ну вот все-таки, на ваш взгляд, украинцы избрали президентом Зеленского или президентом они избрали тот образ из телесериала, который он создал? Ну, во-первых, многие, когда Зеленский проголосовал, когда Зеленский попал во второй тур, голосовали просто против действующего президента Украины. То есть, это протестное голосование, да? Ну да, это протестное голосование. То есть, если бы против Порошенко, условно говоря, выставить табуретку, я не исключаю, что его могла победить и табуретка, потому что... Такой комплимент новому президенту, Николай, поздравляю. Ну, нет, это сомнительно может быть комплимент, но просто, что Порошенко действительно настолько, ну, уже извините за такой термин, настолько достал процентов 70 граждан Украины, что как бы вот уже любой человек, который вышел с ним во второй тур, имел бы с ним колоссальные шансы. Я думаю, что его бы и Юлия Тимошенко победила, что его там победил бы там при случае и Бойко, и кто угодно, в принципе, уже во втором туре. Но победа Зеленского в том, что все-таки он вышел во второй тур, а остальные во второй тур не вышли. Что касается образа Зеленского, ну, скажем, да, есть те, кто голосовали за образ Голобородько из сериала, но есть и те, кто все-таки изучали вот команду Зеленского, изучали его программу. Ну, скажем так, я думаю, что из тех там 73 процентов, которые набрал во втором туре Зеленский, действительно его вот ядром можно считать, ну, не больше 25-30 процентов, потому что остальное это либо протестное голосование, либо вот образ, который каждый избиратель сам для себя рисовал. Вы знаете, многие журналисты считают, что, ну, не только журналисты, что за спиной его стоял Коломойский, стоит Коломойский, который сейчас, по некоторым данным, живет в Израиле. И наш замечательный журналист израильский Марк Котлярский написал, что на месте Коломойского он бы повесил у себя в гостиной портрет Березовского, чтобы тот все время ему напоминал о том, чего не надо делать. Вопрос следующий. Действительно ли, на ваш взгляд, Коломойский стоит за Зеленским? И если да, то как он будет себя вести дальше? Я имею в виду Коломойского. Ну, во-первых, действительно, на каком-то этапе Коломойский оказывал Зеленскому значительную поддержку, в частности, предоставлял ему свои СМИ, там 1 плюс 1 и некоторые другие. Но в то же время мировая история показывает, что в тот момент, когда человек получает президентскую булаву, как правило, он не очень рассчитывается по старым долгам. И первая голова, которая слетает от взмаха этой булавы, как раз является голова того, кто его на это кресло и привел. Ну, да. Поэтому мы вспомнили Березовского. Да, и вот если действительно Зеленский не взмахнет булавой, может быть, он этого не сделает, потому что, возможно, Коломойский будет пока продолжать жить в Израиле. У него, насколько мне известно, проблемы и с американской ФБР, и, соответственно, вот Израиль это та страна, которая не выдает своих граждан. А вот если он приедет в Украину и ФБР потребует его выдать, то тут могут быть разные варианты. Скажем, Украина пока в геополитическом смысле, но я думаю, что не секрет, что послабее Израиля. Поэтому если Израиль может не выдать, то Украина может и дрогнуть. Поэтому не факт, что Коломойский, в принципе, вернется в Украину. А предполагать, что Зеленский там будет как-то ему садистовать, я думаю, что Зеленский как минимум попытается как можно дальше дистанцироваться. То есть стряхнуть в себя вот этот образ Коломойского, который за ним маячит. Да, поэтому чисто теоретически, да, Коломойский мог в какой-то момент за ним стоять, но я думаю, что решающего влияния на политику Зеленского он иметь не будет. И когда там говорят, что Зеленский это там марионетка Коломойского и при этом рука Кремля, то это, во-первых, между собой не очень хорошо совместимо. Во-вторых, ну не думаю. Я же немножко сталкивался с Зеленским, знаю, что он достаточно жесткий менеджер, плюс все-таки он же вступит на должность президента, что даст ему дополнительную уверенность и предположить, что он будет прямо-таки там служатся Коломойского. Но я думаю, что это наивное предположение. Николай, как вы считаете, вот избрание нового президента, новым президентом стал Владимир Зеленский, человек вообще не из политики, человек, не имеющий никакого политического, так сказать, прошлого, никакого политического груза за спиной, не является ли это своеобразным шансом, чтобы сделать, скажем так, рестарт отношений с Россией? И для России тоже не является ли это шансом, поскольку как бы, ну, все понимают, что забрались на большое дерево и каким-то образом с этого дерева надо слезать? Я не исключаю, что это является шансом, но Зеленского будет очень трудно, потому что уже по нему ударяли националисты, говорили, что он как-то там не так шутил со сцены 95-го квартала. Супругу Зеленского, как я уже сказал, обвиняли чуть ли не в измене родине. Если он начнет вести вот какие-либо конструктивные переговоры с Россией, то почти наверняка он получит очень мощную националистическую оппозицию внутри страны, поэтому теоретически шансы есть на конструктив, но я бы эти шансы не переоценивал. Я думаю, что Зеленский с большой вероятностью будет лайт-версией Петра Порошенко, то есть он будет проводить примерно ту же политику, что проводил Петр Алексеевич, просто уровень его влияния будет ниже, потому что он не является олигархом, у него все-таки меньше наработанных связей, поэтому он будет вот как Порошенко, но только слабее. Хорошо, ну а в таком случае оставим в покое Россию, вернемся, так сказать, в страну. Как, на ваш взгляд, сможет он решить те самые экономические проблемы, решения которых от него, собственно, ждут избиратели, которые за него проголосовали? То есть там высокая политика, НАТО, ЕС, это, конечно, все здорово, это классно, но я думаю, что прежде всего украинцев волнует не это. Я по поводу России еще одну реплику такую смешную сделаю, что уже появились такие мемы, что Путин грозит пальцем российскому комику Волустяну и говорит, что ты президентом становиться не вздумай. Так, да, да, я уже видел. Да, переходя к ситуации в Украине, действительно социально-экономическая ситуация в Украине вряд ли быстро улучшится, и это не зависит от Зеленского. Мы пока предполагаем, что он действительно пришел на пост президента с намерениями что-то в лучшую сторону изменить. Постараемся его сильно не критиковать там в первые 100 дней или хотя бы первый месяц. Пока смотрим, что он будет делать, но даже с его там самыми лучшими намерениями в общем поднять социалку и экономику будет довольно сложно. И, скорее всего, в первую очередь команда Зеленского нам опять-таки предъявят шоу, то есть будет, скажем, юридическое преследование предыдущей из лучшинной влады. Уже известно, что Генеральная прокуратура Украины ждет на разговор экс-главой администрации президента Украины Бориса Ложкина, заместителя главы администрации президента Филатова. Не путать с мэром Днепра, это еще один Филатов. Также желают пообщаться с экс-главой НПУ Валерии Гонтаревой. Ну и, скорее всего, представителей предыдущей власти окружения Порошенко понемногу будет ждать заслуженное наказание, либо незаслуженное, как уж там суд решит, за исключением самого Петра Порошенко, который вроде бы по слухам уже договорился, что за него влиятельные мировые политики заступились и попросили его в ближайшее время не трогать. Так что, скорее всего, мы получим такие зрелища с хлебом. Я надеюсь, что с хлебом будет не хуже, чем было, потому что при тех недостатках, которые есть у Зеленского, что у него там не хватает опыта, еще чего-то не хватает. Я очень надеюсь, что он не является клептоманом, то есть он не будет ставить перед собой задачу из миллионера стать миллиардером, что он будет пытаться проводить конструктивную политику. А он миллионер, вы не оговорились? Ну, он мультимиллионер официально, он же руководитель очень успешного бизнеса квартала 95, то есть то, что он является миллионером, это не секрет. Ну что ж, в общем-то, наверное, это и не является недостатком, потому что, если уж говорить честно, я абсолютно, так сказать, не знаком с Зеленским, но, понимаете, все-таки вызывает определенное уважение. Одно дело, когда человек сколотил миллионы, так сказать, торгуя Родиной, там на газе, на нефти, там еще на чем-то непонятном. Да, этот человек, в общем-то, добился своего, за счет своих талантов, искусства. Спасибо. Ну да, но я к тому, что, в общем, что я надеюсь, что он не ставил перед собой задачи личного обогащения, идя в президенты, потому что, в принципе, он человек вроде как не бедный и так. Но, скажем, в экономике украинской очень много проблем накопилось. Массовое бегство украинцев за рубеж, вяло текущий военный конфликт, который продолжается. И вот любой самый лучший человек на посту президента, пусть там, ну вот даже поставить, ну вот человека самого компетентного, самого честного, самого-самого, ну быстрого роста экономики, социалки, ну все равно же мы не ожидаем, потому что слишком много проблем накопилось. Ну да, Украина, в общем-то, крупнейшая страна Европы. Не так все просто. Спасибо, Николай. Ну мы желаем Украине успехов, чтобы, так сказать, ну и новому президенту тоже. Дай Бог, что у него все получится. Спасибо. Дорогие друзья, программа «Тема дня». А сейчас мы попробуем поговорить о тех ожиданиях, которые, так сказать, возлагают на нового президента жители Донбасса. Донбасса.